Вадим Панов. Занимательная механика. Механика — математика, приложенная к законам равновесия и движения тел. Наука о силе и сопротивлении ей. Искусство применять силу к делу и строить машины. Наука выгодного приспособления сил. Владимир Иванович Дали. Толковый словарь живого великорусского языка. Пролог. Сибирь, 1988 год. Нет, пожалуйста, не надо, нет! Пронзительный вопль перешел в истошный, полный животного ужаса виск, не в заставляющий инстинктивно сопереживать крик боли, боль еще не пришла, не вызывающий уважения вой яростного бессилия, не в рев полного сил бойца, терпящего поражение от боли искусного соперника, а в жалкий виск, насмерть перепуганной курицы, увидевший нож повара. Презренный звук, оставляющий на душе лишь след досады и брезгливости. Виск отразился от темной громады скал, бросился в тайгу, увяз в ветвях спящих деревьев и растворился в них. Исчез, потревожив только малюсенькую часть бесконечно огромного леса. Сибирь, не надо! Прошу! И захлебнулся. Виск превратился в невнятное бульканье, в хрип, в шорох осевшего на землю тела, в едва слышный шелест вошедшего в землю и вынырнувшего из него очищенным ножа, в тихий выдох стоявших вокруг мужчин, в запах крови. Затем все стихло, и несколько мгновений на поляне царила полнейшая тишина. Живые не шевелились, не переговаривались, продолжали стоять с мутными тенями. И лишь когда неподалеку прозвучал бубен, все они и убийцы, и свидетели повернули на звук головы, словно пришли в себя. «Здесь?» — спросил Семен, пристально глядя на Григория. «Здесь?» — коротко подтвердил тот. «Точно здесь?» — «Точно». Была мысль ответить вызывающе, бросить закон на обиды, раз привел, значит, здесь. Но Григорий сдержался. Не положено 17-летнему юнцу хамить матерому охотнику. Тем более, что Семен только с виду невзрачен, плешив и узкоплечь. В тайге он настоящий вожак, и те восемь мужиков, которых он с собой взял, слушаются его беспрекословно. Почувствовать, что молец на авторитет покусился, разборки не избежать. В тайге свои законы. «Здесь?» — еще раз произнес Григорий. «Я не чувствую», — помолчав, протянул охотник. «Потому и спросил». Словно извинился за проявленное недоверие. Юноша кивнул, подумал, затем, облизнув губы, добавил. «Мы пришли куда надо». Что он еще мог сказать? «Но я ее не чувствую». Григорий понял, что имеет в виду собеседник. Приближение юмола невозможно не заметить. Тот, кто хоть раз стоял перед богиней, навсегда запоминает свои ощущения и способен уловить ее приближение. «Ты ее видел?» «Восемь лет назад», — ответил Семен, не сводя глаз с Григория. «И еще пять лет назад. Но я все помню. Помню, как шла она к нам. Сейчас юмола далеко». «Пока далеко», — уточнил юноша. «Шаманы стали осмотрительнее. Ее ищут. Знаю». Охотник отвел взгляд от проводника, оглядел небольшую поляну, на которую тот привел группу. С одной стороны тайга, с другой поднимаются скалы. И коротко скомандовал. «Лагерь». Его спутники до поры, стоявшие шагах в десяти от собеседников, принялись снимать с плеч рюкзаки. Прямая дорога до поляны не отняла бы и трех дней. Однако Григорий водил охотников по тайге все пять. В этом году шаманы держатся осторожнее прежнего. Слишком много экспедиций появилось по весне на Урале. И требуют от проводников петлять, сбивая со следа возможных преследователей. Григорий старался как мог. Несколько раз он заставлял охотников возвращаться обратно. Дважды делил группу на части и отправлял к условленному месту разными дорогами. А по ночам вставал каждые два часа, чтобы обойти, оглядеть окрестности, выискивая признаки чужой стоянки. Выдохся, конечно. Зато был уверен, что хвост за собой не привел. Охотники, которые прекрасно поняли действия юного проводника, не роптали. Послушно выполняли его приказы, возвращались, петляли, тщательно следили за тем, чтобы не оставлять за собой следов. Охотники сплошь местные, с детства впитавшие рассказы о Юмоле. Знали, с каким рвением искали золотую богиню казаки и монахи. Чекисты и ученые помнили истории об убитых шаманах, а потому с пониманием отнеслись к повышенной осторожности проводника. И услуг своих в ночной разведке не предлагали. Знали, что не примет. Шаманы доверились Григорию. А вот сам он не имел права никому доверять. Помочь юноше в его работе охотники не могли, зато освободили от всех обязанностей по лагерю. А на третий день, когда глаза Григория от хронического недосыпания стали красными, а движения — дерганными, распределили между собой его поклажу. Юноша воспринял это как должное. Сам не просил, но когда предложили, не отказался. Григорий водил охотников к Юмоле третье лето. По пять-шесть групп в сезон. И всякий раз на второй-третий день спутники начинали помогать уставшему пацану. Вот и сейчас, несмотря на то, что дорога осталась позади, никто из охотников не возмутился, что Григорий не участвует в разбивке лагеря. Ни косых взглядов, ни бурчания под нос. Парень свое отработал. Парню надо отдохнуть. Кто-то из охотников отправился за дровами. Кто-то занялся провизией. А их проводник добрался до поклажи. Уселся на землю, медленным, очень усталым движением снял с пояса флягу, сделал большой глоток воды и, облокотившись на рюкзак, закрыл глаза. Дело сделано. Накопившуюся усталость Григорий ощущал каждой своей клеточкой. Ныли ноги, слегка шумело в голове. Стоило лишь на мгновение расслабиться и принять горизонтальное положение, как тело мгновенно размякло, словно намекая, пора на боковую. Но спать, несмотря на бессонные ночи, не хотелось. Чем ближе встреча с Юмолой, тем сильнее охватывало юношу радостное возбуждение. Богиня. Перед внутренним взором Григория возник образ золотой женщины, великой матери, перед которой склонялись все, кому довелось ее увидеть. А может, и русские бы склонились. Но к чему размышлять о несбыточном? Игра в прятки продолжалась не одну сотню лет, и реки пролитой крови насмерть сцементировали недоверие шаманов. Богиня будет открываться только своим. Это не обсуждается. Шоколад? Проводник неохотно разлепил глаза. Будешь? Возле него стоял Антон, самый молодой из охотников Семена, и протягивал распечатанную плитку Бабаевского. В нем энергии много. Горячего подожду. Ответил Григорий, лениво кивнув на разгоревшийся костер. Полезнее. Как знаешь. Антон присел рядом и откусил от плитки изрядный кусок. Умаялся? Пройдет. Когда пройдет? Нам ведь еще обратно топать. Дойдешь? Пройдет. Повторил Григорий, вновь закрывая глаза. Юмола все снимет. Неужели? Поверь. В каждой группе охотников обязательно шли новички, никогда не видевшие золотую женщину. Как правило, они держались тише остальных, рабея предстоящей встречи. И к проводнику с расспросами не лезли. Даже к мальчишке. Ибо проводнику доверяли шаманы. И его авторитет среди молодых охотников был очень высок. С проводником общался исключительно лидер. Остальные только в том случае, если он первым начнет разговор. Григорий привык к такому положению вещей, а потому его несколько смутило поведение собеседника. «Ты ведь Беспалый, да?» Неожиданно спросил Антон. «Гриша Беспалый. Я тебя в интернате для детей-охотников видел. Ты на четыре года меня младше». Ответил Григорий не сразу. Открыл глаза, приподнялся на локте, сделал еще глоток воды, медленно завинтил крышечку фляги, и только после этого, глядя мимо Антона на подступающей к поляне деревья, кивнул. «Да». Вопрос ему не понравился. Порой среди охотников, которых Григорий водил к Юмале, попадались знакомцы. Но они всегда делали вид, что не узнают его. Всегда отводили взгляды. Здесь, в тайге, он не был Гришей Беспалым. Он был проводником. Точнее, проводником человеком шаманов. Слугой Юмалы и точка. И встречая затем тех, кого видел в походах, Григорий никогда не слышал от них напоминания о совместном путешествии. Ни словом, ни взглядом не показывали они, что знакомы, ибо таежные дела были тайной. Антон же поступил вопреки всем правилам. «Отец знает, чем ты занимаешься?» Простой на первый взгляд вопрос, но что за ним стоит? Любопытство? Или Антон что-то подозревает? С какой радости старшеклассник запомнил имя и лицо какого-то малолетки? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!